Практикующий адвокат Андрей Костин поддерживает программу «Дневной разворот». Если вам начинает предъявлять налоговые претензии, то знайте, существует риск крупных доначислений. Но налоговая инспекция не всегда бывает права. Разобраться в ситуации и существенно уменьшить суммы вам поможет Андрей Костин, успешно практикующий налоговый адвокат. Звоните. 444-246. 1106 Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». В студии Николай Голиков. И Светлана Занько. Всем добрый день. Два часа мы сегодня работаем. Напоминаю, что мы снова на связи с вами, слушатели 211-101, номер телефона прямого эфира. 211-101. Вы можете подключаться к любому нашему разговору в любой из двух часов, когда мы с Колей здесь в студии. Во втором часе мы будем говорить о прекрасном и великом. Овецкая филармония. Овецкая филармония. Да, у нее большая программа летняя, как ни странно. Да, мы уже привыкли, что все сезон закрывают, а они только еще начинают свою активную работу. Очень интересную. Радует нас. Радует нас и театр в этом году, и филармония. Каждый день какая-то есть программа. Вот мы сегодня на целую неделю вам дадим программу от Вятской филармонии. В первом часе мы традиционную нашу с Колей рубрику продолжаем. Мы говорим о том, что пишут кировские СМИ, о чем говорят кировские журналисты и блогеры. И, конечно, мы должны были сделать эфир, где поговорили бы о том, что происходило в последние пару недель. Все прошли в последнюю неделю, да? Да, в последнюю пару недель. Связано это, естественно, с задержанием Ивана Голунова и со всем, что затем последовало. Мы пригласили в нашу студию Евгения Другова. Женя, добрый день. Добрый день. Я Николая Плюснина. Коля, привет. Привет. Елена Жолобова здесь с нами. Елена, привет. Добрый день. Владимир Маматов в микрофон. Да, это я. Здравствуйте, это я. Владимир Маматов уже пожаловался, что он сегодня без микрофона. Не хватает. Ну, давайте так, Владимир Маматов представляет репортер самого себя. Да, Лена Жолобова представляет свой кировский. Коля Плюснин представляет долгую историю журналистики. Точно так же, как и Евгений Дрогов, журналистики в Кировской области. Значит, у нас здесь хорошее, конечно, настроение. И есть чему, с одной стороны, радоваться, с другой стороны, нам необходимо рефлексировать по поводу того, что происходило после задержания Ивана, и как реагировали кировские блогеры, кировские блогеры и журналисты, и вообще люди на прошедшие события. Ну, надо сказать, что со своей стороны наша радиостанция в выходные дни работала, и практически все здесь присутствующих написали нам о том, что они в это мгновение, это было неделю назад, в выходные, думают по поводу происходящего. Все это можно найти на сайте эхокирова.ру. А затем состоялась серия пикетов одиночных на Театральной площади, прямо здесь, у здания правительства Кировской области. Вот Лена была участницей пикета. Лена, ты впервые выходила на пикет? Да. Скажи, пожалуйста, как вы организовались, и почему ты посчитала необходимым на пикет выйти? На самом деле, такие настроения, чтобы поддержать Ивана в кировской среде, начали брулить как раз где-то в конце недели. Но Киров, как истинная глубинка, очень долго раскачивается. И тут не обошлось без, скажем так, вмешательства извне. Но это не то вмешательство, про которое очень у нас ступен говорить. Даша Ананева, 7 на 7, которая сейчас уже живет и работает в Сектвкаре, приехала в Киров на несколько дней и сказала, «Ребята, что-то у вас тут как-то все тухло, давайте выйдем с пикетами к правительству». Ну, понятно, что мы, как начинающие, пикетирующие, все сделали неправильно. Мы выжили не туда и не в то место. Но вас не забирали? Нет, нас не забирали. Но имеется в виду, наверное, с большим резонансом можно было бы выйти немножко в другое место, в частности, к зданию МВД по Кировскому области. Вот. И мы немножечко уже, скажем так, вышли все после работы, когда уже так, пик прохожих уже немножечко спал. Но в целом то, что мы хотели сделать, мы это сделали. В общем, и нас было 8 человек. Кто это был? Кто выходил? Журналисты. Значит, у нас портал «Свой Кировский», 4 журналиста было от нас. Саша Коробейникова, Юля Василейк, я. Так, трое. Вот. Значит, от 7 на 7 была, опять же, Даша, Денис Трелков и достаточно молодая девочка Рита Каковикина. Вот. И от первоисточника была Юра Литвиненко. Вот. По-моему... А, и Даша Рова, точно, «Свой Кировский». Да. Она просто была в этот день в отпуске, поэтому мы немножечко разными путями приходили на площадь. Вот. Я, в первую очередь, всех перечислила. Вот. То есть, каждый просто посчитал, что да, нужно выйти. Кто-то у нас заготовил специально плакаты на принтере где-то. Мы просто в редакции нарисовали каждый себе плакатику по-небольшому. И, в общем-то, пошли. Было непривычно. Заметили одного очень человека, который, по ходу дела, куратор этого проекта. То есть, сидел там... С другой стороны куратор. Да, да, да. То есть, там была такая история, что Даша сказал, что этот человек меня ещё на вокзале заметил. То есть, я его на вокзале ещё встретила, когда приехал. Вот. Ну, всё прошло достаточно тихо. Всего один был такой. Да, один. Ну, семёрки, поскольку они занимаются расследованиями сейчас с недавнего времени, они уже люди привычные. Тем более, что они очень активно отрабатывают тему Шиеса. Так что они понимают и реагируют. Да, они понимают, о чём идёт речь. Вот. А так, проходили мимо сторонники полиции с дружинниками. В общем-то, так мимо нас ничего не трогали. Нет, просто даже не подошли, ничего не сказали. То есть, ну, стоят, кто-то там пикетирует. Ну, господи. А люди, Лен, подходили? Люди подходили. На самом деле, такая история получилась, что практически каждый, кто из нас стоял в единочных пикетах, а стояли мы по очереди, да, то есть, чтобы не нарушать наше сегодняшнее законодательство. Остальные, наверное, сколько-то метров должны, по-моему, отходить ещё, да? 50 метров, да. 50 метров, да. Ну, в общем, каждый из нас стоял минут по 10 по 15, и вот к каждому из нас кто-либо подходил. Ну, скажем, у каждого был свой герой, у кого-то там кто-то пришёл, пикетирует какой-то ярый коммунист, который говорил о том, что вот сейчас всю страну продали и так далее. А вот к другим подходил какой-то панк и кричал, что вы, вот вы, да что вы делаете, да что вам заняться, больше нечем. У меня была очень понимающая женщина, которая подошла с приседом. Панк? Панк сказал, что вам заняться нечем? Да, да. Старный панк какой-то. Панки изменились вообще. Да, панки стали. На другую сторону, конечно. Мы выглядём как панк, по крайней мере. Ко мне подошла женщина, спустя вот такой Голунов, я рассказала, что это журналист, вот историю его кратко пересказала. И женщина сказала, вы знаете, у меня вот тоже племянник полиции служил. В конце мая он покончил жизнь самоубийством, пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелил себе, видимо, в голову и неудачно. И сейчас он лежит в больнице в ужасном состоянии, и она прямо разрыдалась и говорила о том, что да, полиция сейчас не самое лучшее место для работы, как она говорила, что вот такая трагедия. Ну, в общем, прямо вот женщина прямо на откровение такое потянула, и мы посочувствовали ей. Вот мне было интересно, на самом деле, подходили ли люди, потому что, действительно, ты правильно сказала, что глубинка спящая не вся. Мы видим, да, по Екатеринбургу хотя бы там глубинка спящая, но не вся. Я со своей стороны тоже должна признаться ночью, там, не помню, там уже в какую из ночей накануне выходных открыла Фейсбук, и там наша сотрудница пишет мне, говорит, Света, мы же должны что-то делать по этому поводу. Ну, вот когда что-то в Москве происходит, мы понимаем, что что-то в Москве происходит, у нас тут своя какая-то каша. И я вот с этой мыслью практически не спала до утра, после чего стала Фейсбук там всем писать. Вот все сидящие здесь на меня смотрят, да, стала писать Света. И удивительно, на самом деле, в первый раз люди вообще не заставили себя долго ждать, сами стали писать. Ну, вот сейчас вот, что касается Коли, плюс не надо, так он и моего звонка не ждал, по-моему, да? Без звонка. Я сам написал прекрасный совершенно блог, и этот блог отсылал нас к делам минувших дней, давнишних. Ты приводил пример, как подобная ситуация случилась лет 20 назад. 21 год назад. Угу, расскажи, пожалуйста. Эта история для Кирова уже, наверное, кому-то полная история, для кого-то она... У меня она всплыла буквально там после пары новостей, как я увидел там про Голунова. Мне так сказали, оп, 20 лет назад, редакция газеты «Вятский наблюдатель». Да. И я вижу все то, что было 20 лет назад. То же самое, да. Полная калька. Есть некий факт обнаружения, неважно, кто ты, что ты, есть в одержании, громко, полиция рапортует. Когда мы начинаем спрашивать, а это где? А это? А это? Все говорят, нет, нет, сейчас все будет. Но мы знаем, что это не будет точно. И после сообщения о том, что у Голунова отказывается брать ногти и мыть руки, я понимаю, что искать никто не хочет. Пробы, да, проба на наркотики. Искать никто ничего не будет. И вот вся история так ярко всплыла эти 20 лет назад. 20 лет назад в отношении какого журналиста? Это был Сергей Бочинин. Сергей Бочинин, это редактор газеты. Который после всего произошедшего... Ну, через некоторое время, если вдруг кто-то забыл эту историю, да, сначала там у него нашли в редакции, то есть у нас в редакции были обыски, нашли много наркотиков, в том числе у него в карманах и в шортах. Нашли часть, часть веществ и гранату на квартире у одного... Это законченный наркоман, просто шортах носит, наркотики. Да, везде причем. Да, то есть там было везде, там было в диване, там было в шортах, там было что-то попало. Было на двух квартирах, где он появлялся регулярно. И причем в одной была еще граната. Еще и гранату положили, да, это было здорово. Благо нам немножко повезло. Ну, мы долго ввели это дело, в конце убрали все, и гранату, и наркотики на двух квартирах, и в диване. Но только то, что у него было в шортах насыпано, и это попало под ногти. Сюда был повод, следы присутствуют, но поскольку размер меньше-меньшего только следами, и факта неупотребления несбыта не заказана, он получил условно, но приговор был обвинительный в итоге. Напомню, что все-таки вятский наблюдатель при Бочинине, это была самая мощная СМИ в регионе, которая тоже как раз занималась расследованием такими, какими на тот момент можно было заниматься, и они были очень громкими, и они такие были хедлайнеры. Сразу там все открывали, вятские наблюдатели читали, что там будет, и что там пишут, и какие там отклики у различных специалистов, спикеров, и активистов, и журналистов. Но после этого, собственно говоря, после того, как ушел Бочинин, все-таки вятский наблюдатель со временем практически исчез с поля. Сейчас прервемся на полминуты, продолжим. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы хотим у вас спросить, слушатели, вы следили за ситуацией, которая сложилась вокруг задержания Ивана Голунова? Какова была ваша реакция? 211-101. Дайте мне микрофон, если вы будете думать. Дайте маматовый микрофон, пожалуйста. Дайте маматовый микрофон, да, а то он сидит, как идиот. Нет, я чувствую себя, правда, не ловко немножко. При Бочинине действительно вятский наблюдатель был звездой. И после исчезновения Бочинина, ну, скажем, исчезновение, это превратилось неизвестно во что, и, в общем-то, исчезло с радаров полностью. А вы сейчас вспоминали, что Бочинин на мэра города баллотировался? Он баллотировался, по-моему, 96-е, 96-е, да. 96-е, да. 96-е, да. Поправь меня, да, там работал, значит, ты, Коля, плюс я меня можешь поправить, потому что он там трудился. И я помню историю, как уже сосал его жены первой, значит, Наташи Кузнецовой, как он впадал с велосипеда. Ну, это официальный диагноз падение с велосипеда, а неофициальный, это просто избиение, нападение. Да. И мы объяснили, что еще немножко ты попробуешь в мэра пойти, будет тебе совсем бубой и так далее, и так далее. То есть, а потом уже бывает история с подбросом наркотиков, я знаю, тоже с подбросом гранаты, ну, классика абсолютно. Сережа сам завалованный из себя, он действительно был хедлайнером, он не боялся это делать, молодец. Это была настоящая СМИ, никаких проблем. А в отношении Голунова, вот когда все это началось? В отношении Голунова ситуация очень смешная. На второй день буквально, как только новости промыкнули, мне пишет знакомая художница, художница, подчеркиваю, из Украины, то есть человек, который, ну, немножко не в этом мире существует, говорит, что там у вас с журналистом, что произойдет, как будет дело. Я автоматически не думаю, ей пишу извиняться и отпустят. Вот почему я так написал, я не могу понять, да? Я действительно подумал, секунду не написал, я тут ответ. И у меня как-то по поводу Голунова и его судьбы никакого волнения вообще не было. То есть я был абсолютно уверен с самого начала, что кончится это тем, что накажется на свободе. А потом уже, когда я увидел эти полосы коммерсанта, еще и еще чего-то... Ведомости РБК... Я понял, что достигнут общественный договор по вопросу, потому что ни РБК, ни коммерсант и ведомости, да, это не независимые СМИ. Там абсолютно понятно, кто владельцы, кто интересанты. И если они все вместе решают выходить с этим, значит, решение по Голунову принято на очень высоком уровне. А вот когда этот Вайна, не Вайна, я не помню, кто там, помощник в администрации президента... Ну, Вайна вообще-то есть такой... Да, да, по-моему, он все-таки был. Я мог бы ошибаться, конечно, да. Когда он заявил, что берет дело на контроль, ну, я понял, что у нас все по-прежнему хорошо. То есть просто прекрасно, я считаю. То есть кто-то мне криватую фразу обронил на днях, по беспределу взяли, по беспределу отпустили. Все. Вот это итог истории. А потом та же самая, кстати, кстати, рассказывал в курилке здесь Наташа Кузнецова. Это прекрасная совершенно, у нас с ней приятельские отношения, жена Баченина. Она не была его женой официально, но мать его ребенка, скажем так. Коля, не придирайся, как Лев Толстой прям. У нас с ней, да, у нас с ней приятельские отношения, и она как была пионеркой, так и осталась, там, горно трубит. Ну, просто напомню, что в Кирове больше знают, как Вера Якубович. Да, Вера Якубович, конечно, так. Она написала, когда уже Говунова освободили, она написала потрясающий пост, что мы победили, ура, свергли гидру этого режима, мы наказали всех, Говунов на свободе, ура, товарищи. Честно говоря, ну, может быть, в 18-17 лет, это здорово, конечно. Но меня интересует Дире Говунова один вопрос. А система поменялась? Так, Трогов. Звучал такой риторический вопрос. Да уж, умеет Маматов передать микрофон. На самом деле я хочу вернуться к тем событиям, к началу событий, когда они начали разворачиваться. Я, кстати, в это время заканчивал участие в книжном фестивале «Красная площадь» и ехал в сторону Нижнего Новгорода. Это вот сейчас было? Да, вот нет, с Голуновым я имею в виду. И для меня там ситуация начала проясняться где-то там в субботу. То есть, когда я углубился, увидел, что происходит, и как реагируют те или иные стороны. Вот на самом деле Голунову и вместе с ним всей широкой общественности, которая его поддержала, в каком-то смысле повезло, что топорной работой вот этой по подкидыванию наркотиков некоторые должностные лица в силовых структурах умудрились перебить повестку Санкт-Петербургского международного экономического форума. Абсолютно перебить. Вот если бы эти два события не совпали, неизвестно, как бы ситуация развивалась дальше. Но поскольку они совпали, а как мы знаем, иногда самые вроде бы незначительные случайности вершат историю, вот это совпадение плюс такое ощущение, что эти конкретные люди, которые этим подбрасыванием занимались, они понятия не имели, кто есть этот человек. Но они так и сказали потом, мы потом узнали, кого прикрыли. Ну да, потом это прозвучало, но для меня это было почему-то очевидно, потому что человек с таким бэкграундом, какая была у них надежда взять вот так вот нахрапом, без доказательной базы вообще, пытаясь задним числом там эту доказательную базу состряпать, идти на открытые фальсификации с фотографиями и так далее, и так далее. Но при всем при этом, с точки зрения реакции профессионального сообщества, журналистского сообщества, общественности, тоже ведь реакция могла быть другой. Но в этот раз мы увидели удивительное единение официального журналистского сообщества, оппозиционного журналистского сообщества, общественников, деятелей культуры, которые там и письмо подписали и так далее. И всё это, конечно, сложилось в пазлы, когда произошёл некий раскол в видении ситуации на самом верху. И когда на контроль ситуация берётся в Кремле, понятно, что, скорее всего, она будет развиваться по определённому сценарию, не по тому, по которому предполагали люди, которые всё это затеяли. У нас есть телефонный звонок 211-101. Задержание Ивана Голунова и всё, что за этим последовало, то, что было в интернете, то, что было в СМИ, то, что было на улицах разных городов. Как вы на это отреагировали? Что это для вас значит? Алло, добрый день. Добрый день, Надежда. Да, Надежда. Вот у нас в Кирове такое же дело не против журналистов, а против юриста Татьяны Барриной. Вот эти публикации в газете «Репортер» я склонна им верить. Буквально все органы, которые должны надбирать законность и защитить человека, она одна сражается против всех. Никто её не поддерживает. Окей, а что вы лично, Надежда, сделали для поддержки госпожи? А я что могу сделать? Понятно, спасибо большое. Спасибо. 211-101. Вот хороший вопрос, а я что могу сделать? Вот этот вопрос, на самом деле, мне кажется, стоит перед каждым человеком, когда возникает такая ситуация. А я что могу сделать? Сказала наша слушательница. 211-101. А вы что сделали или вы что можете сделать? Вот мы сейчас обсуждаем ситуацию с Иваном Голуновым и со всеми вещами, письмами поддержки, голосованием на Change.org, да, и не только, с митингами и шествиями, с обвинениями в фейковых митингах и шествиях, со всеми вот этими делами. Что вы могли сделать или что вы сделали? Или хотя бы подумали? 211-101, микрофон сейчас у Владимира Маматова. Репортер прозвучал. Да, я все-таки вклиниюсь. Нет, Бажина, репортер, это вообще какая-то отдельная история. Я ее просто даже не знаю. Я это отслеживаю как существующий. Я хотел бы сказать совершенно другую вещь. Может быть, она, кстати, в разрез с повесткой даже в чем-то идет. А именно, когда обсуждают дело Голунова, лично меня интересует только одно. Вот я говорю, изменилась ли система. Это вопрос исторический, она ни разу не поменялась ни в каким образом. Все такая же, несмотря на всю радость по поводу того, что Голунова отпустили. И да, Женя абсолютно прав, там просто сложился пазл. Многослойный, очень интересно, сложился пазл. Получилось так. И да, это история, то есть это сигнал о том, что общество меняется. Это понятно. Но меня вот что интересует. Смотри, оттачиваются все интересы на том, что подбросили, обвинили. Эти, я не знаю, какой уровень интеллекта у людей, которые публикуют фейковые фотографии в подтверждение. Это вызывает у меня полный шок. А то мы сейчас имеем в виду фотографии, которые ОМВД представило, да? Да, они представили где... Как фотографию обыска из квартиры. Я не понимаю, у кого ручки-то растут и откуда. Потому что ты 9 фотографий выкладываешь, 8 из них с обыска нарколаборатории. Ты о чем думал-то вообще? Что ты делаешь? Ты вкладываешь в паблик. Это нонсенс абсолютно. Ну, бог с ним. И меня интересует вопрос какой. То есть подбросили милиционеры, указания руководства, решали какие-то свои вопросы, да? Не пускали адвоката. Это все, конечно, очень знакомо. Это очень интересно. Это повсеместно в нашей стране. Но почему они, собственно, это все делали? А просто потому, что любой наш суд эти доказательства примет. То есть проблема не в милиции, не в правоохранительных органах, даже не в методах дознания, хотя там много можно еще говорить. А проблема в том, что любой нормальный судья, нормальный, независимый, эти доказательства отметет сходу. Потому что все сомнения будут толковаться в пользу подозреваемого с презумпцией невиновности, той самой. И никаких шансов у милиции сделать это не будет, вообще не будет. Причем они будут рисковать тем, что на скамье подсудимых окажутся они, а не тот, кого они пытаются обвинить. Вот и проблема эта в конструкции в суде, то есть в конечной инстанции, не в добытых доказательствах, не в следственных действиях, а в суде. И вот это понимание, мне кажется, вот к нему надо как-то потихонечку подходить. При этом, господа правоохранители, обратите внимание, когда это суд, они абсолютно уверены, абсолютно уверены, что все будет как всегда. И суд подмахнет, и человека упечет либо на арест, либо там подписку, ну как они скажут. То есть абсолютно в этом уверены, что так будет. Можно я клянусь? Мне кажется, что вот именно в данной ситуации, чем она еще отличается от всех других? Не только тем, что эта повестка затмила все остальное и завершилось это полным оправданием. То есть дело не только рассыпалось в суде, оно даже не сделало одного шага в сторону суда. Но мне кажется, эта ситуация отличается еще и тем, что прозвучали требования к власти, причем требования, которые невозможно игнорировать. В воскресенье прошел митинг, организованный при участии Союза журналистов России, где прозвучали три требования. Первое – это провести тщательное, справедливое, законное расследование того, что произошло. Второе – это сесть за стол переговоров с журналистским сообществом представителей правоохранительных органов и власти и договориться о том, как правоохранители будут общаться с журналистами, в том числе на каких-то протекстных акциях, где журналисты в первую очередь выполняют свои профессиональные обязанности по информированию. Тем более, что статью о восприятии незаконной деятельности. Конечно. Есть закон о СМИ, который не выполняется в этой части и так далее. И третье требование – это как раз пересмотр 228-й статьи о наркотиках. Да, мы сейчас должны будем прерваться на короткую рекламу. Ну и надо сказать, что Владимир Путин уволил такие с представления Владимира Колокольцева, главы ОМВД Российской Федерации, двух генералов после этого дела. То есть вот интересно будет, что дальше. Да, прервемся. Евгений Другов, Николай Плюснин, Елена Желобова, Владимир Маматов, Светлана Занько и Николай Голиков. Мы здесь обсуждаем дело Ивана Голунова и дело всей страны по поводу Ивана Голунова. 211.101. Приглашаем вас присоединиться к нашему разговору. Вот тут, значит, Володя Маматов своим вопросом риторическим, а изменилась ли система после всего этого, заставил и в перерыве тоже нас обсуждать. А что, собственно, произойдет теперь, например, в том числе с тем, что Владимир Путин уволил таких двух генералов, одного из них начальника ОМВД по западному административному округу столицы Андрея Пучкова, начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Московского управления Юрия Девяткина. Девяткина, это же публичное увольнение, быстрая реакция, показало общество, что не пройдет, Путин показывает, что не пройдет такое дело, или что он показывает, объясните мне. Он просто должен был как-то отреагировать, и, мне кажется, увольнение двух генералов, оно как раз ничего не меняет. Я мысль закончу. Как Володя говорит, система-то не изменится от этого. Тут, мне кажется, вот этот жест и молниеносное реагирование выглядит в первую очередь все-таки не как разворот к обществу и реагирование на протест, а как наказание за то, что неумелыми действиями подчиненных они выставили в самом неприглядном свете все происходящее в стране, собственно, на фоне международного экономического управления. Да, вот именно на фоне форума устроили, взяли вот такие ребята, непрофессионально сработали, скажем так. Чтобы это все привело к каким-то изменениям, здесь, мне кажется, усилий надо гораздо больше, чем просто окрик сверху. Володя? Я даже не знаю, что сказать. Здесь вот эта выгиха, когда давайте сделаем усилия туда и получим вот это, она не работает. Это же система, и надо просто знать, к какому ближайшему состоянию мы можем привести систему. Ну, чтобы не умничать, да, особенно в эфире, ну, милиционеры, полицейские, без разницы, там, ФСБ, без разницы, кто вообще, в принципе, любые свои ведомства. Во-первых, это люди, которые работают в определенных рамках в любом случае, которые имеют свои ценности, в частности, ценность погон, ценность выслуги и так далее, и так далее, и так далее. Для полицейского и обычного человека они совершенно разные. То есть обычный человек не очень хорошо понимает, насколько это важно, да. Кадровые перестановки или увольнения в полиции – это тоже очень серьезная вещь. Поэтому, ну... Ну, то есть что, сейчас вообще ничего не произойдет, даже на низовом уровне? Нет. Если вы говорите, что эксцесс исполнителя, а когда так поступили, непрофессионально получается исполнители, вообще ничего не произойдет? Мне кажется, что ничего не произойдет. Дрога. Незаконными методами добывания доказательств по 228-й статье. И эта инструкция была разработана, разослана, но она практически не возымела никакого действия. Сейчас про нее вспомнили, ее вернут. Но мы, опять же, не об этом говорим. Мы говорим о том, что насколько те структуры, которые используют эти методы, будут их впредь использовать так же легко. Мне кажется, так же легко они уже их не смогут использовать. 211-101, номер телефона прямого эфира. Будут или не будут использовать такие методики, силовые структуры, как вот в частности с Иваном Головуновым, например. Что вы думаете по этому поводу? Что изменится? 211-101. Напомню, что Голунов, журналист, спецкор «Медузы», который занимается очень серьезными расследованиями, большими такими, был задержан 6 июня, обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Заявил Иван, что ему их подбросили. Голунова отправили под домашний арест. 11 июня глава МВД России, Колокольцев, объявила о прекращении его уголовного преследования недоказанности вины. Дальше, 12 июня, День России, прошел марш поддержку Голунова, который не был санкционирован. Но его отменять все равно сторонники не стали, и более 500 человек были задержаны. И дальше, 16 числа, состоялся тот самый марш, о котором говорил Женя Другов здесь, с поддержкой Союза журналистов, где Владимир Соловьев, собственно, глава Союза журналистов, поддержал редактора телеканала РТ Екатерина Винокурова, московский комсомолец Павел Гусев с лозунгом «Закон и справедливость для всех». Голунова пригласили, он отказался, а вот другие журналисты сказали, что это фейк и призвали не ходить на этот марш, поскольку это соглашательский марш, сказали они, соглашательский с властями, с силовыми ведомствами, показушный, ничего не решающий, с целью приглушить вот такой протест. Вот разные мнения такие прозвучали. Что вы думаете по этому поводу, Лена? Не хочешь комментировать эту историю? Хорошо, Коля? Мы можем начать с самого начала, с того, что, собственно, был мой пост, чем я его закончил. Есть Конституция, там сказано, что человек, его права и свободы. Можно громко про Конституцию говорить. Является высшей ценностью нашего государства, в том числе при том, что они не виновны, как ценность и как принцип работы государства. То, что говорила до этого Володя, есть судьи, они принимают решения, и есть данные уже изнутри сообщества у судей. Их тоже опрашивают, их изучают. Спрашивают, а почему вы так делаете? Потому что для меня минимум три юриста грамотных, профессиональных этим делом занимались. Можно я тебе верну все-таки к своему вопросу? Сейчас мы закончим. Про протестные акции. То есть если эта позиция была у одного судьи, второго, третьего юриста и дошла до суда, я же не могу их обидеть, считаю, от судья. Поэтому я буду стоять на их стороне. Про протестные акции, Коль. Поэтому, когда мы говорим про протест, мы протестуем против чего? Против того, что нам это не нравится? Да. Но мы же понимаем, что попадем в итоге туда. Ты бы где оказался? В какой день оказался бы на улицах Москвы? 12-го числа, когда была запрещенная акция, на люди вышли? Или 16-го, когда она была согласованная за пять дней? В нарушении, кстати, законодательства, потому что 10 дней требуется. Вот где бы ты оказался? Или нигде? Не там, не там точно. Потому что, поскольку я в прошлом юрист, и я знаю, что потом, когда кого-то либо арестуют, либо надо будет заниматься помощью, я буду заниматься этой работой. Давайте вот другого передадим. Женя, ты сказал, что вот как раз впервые Союз журналистов довольно оперативно отреагировал, и даже глава Союза журналистов призвал выйти и успели согласовать 16-го числа акцию. Вы вышли, их обвинили в том, что это фейк, в частности, Илья Азар пишет фейк, симулятор, подстава, перехват повестки и так далее. Но, кстати говоря, и народу-то вышло совсем ничего. Ну да, там 1600, по-моему, человек. Ну, смотрите, к каждому событию можно по-разному относиться. Кто-то занимает какую-то радикальную позицию и говорит, так, вот наша точка зрения самая правильная, и мы ни с кем не будем ее делить, объединяться. И почему, например, у оппозиции до сих пор не получается выдвинуть единого кандидата или хотя бы сформулировать какую-то единую повестку, которую можно противопоставить официальной позиции власти. Происходит, мне кажется, то же самое. Вместо того, чтобы сосредоточиться на сути происходящего и сформулировать именно требования, которые можно сдвинуть с мертвой точки, начинается раздрай, который вот я не приветствую, который ничего опять не приведет. Люди, извиняюсь, переведите, а люди просто занимаются самопиаром. Ну вот, да. Как, кто именно занимается самопиаром? Журналисты, которые организуют все это. Что именно организуют? 12-е, 16-е число или против 16-го кто? И 16-е, и 12-е, еще раз говорю. Потому что, когда они против... То есть не надо было выходить, писать об этом не надо было? Тогда что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что когда и 12-го, и 16-го они дозатевают, да, это краткосрочная акция, рассчитывая, ну, вспышка буквально, да. Ну, они немножко осветят сцену, и все, она уйдет во мрак дальше. Я тебя не поняла. Ну, я тут с Володей немножко не согласен. Не надо было 12-го числа людям выходить на несанкционированный марш? Не надо было, потому что ведь вас задержат, вы ведь нарушаете закон? Или не надо было 16-го числа объединяться с журналистом, выходить? Я не очень понимаю тебя. Деюсь, мне кажется, что и тогда, и тогда не стоило. Вообще не надо было? Вообще не стоило, да. И ты ожидаешь, что после этого система бы сама как-то так это раз и поправилась, что ли? Ну, а, понимаешь, вот не стоит питать иллюзией. Когда в 91-м году ко мне приходили знакомые, они ехали защищать Белый дом. Я ржал в покатулку, говорю, ребят, вас разводят как кроликов, потому что это абсолютный фарс, фейк. Уже решено, что Ельцин будет стоять там, Крыжаков будет держать бронежилет, где-то будут уже Чубайс с Гайдаром бегать. Вас разводят, пользуясь вот этой массовостью, толпой, вознаграми, они просто проталкивают свою повестку. Ну, надо понимать, что у Володи крайне скептическое и циничное отношение к всему, что происходит в политической плоскости. Программатичное. Программатичное, да. Отберите у него микрофон. Это шутка. Он его держит двумя руками. Нет, на самом деле, опять же, я вернусь к своей мысли о том, что если не делать шаг в какую-либо сторону, то ты не продвинешься ни на йоту на данном пути. Мне кажется, и власть, конструктивная часть тех людей, которые принимали решения в отношении Голунова, и те, кто готовы к диалогу со стороны общества, должны использовать этот шанс для того, чтобы всё-таки изменить ситуацию. Ну, посмотрите, какой рейтинг у правоохранительных органов. Они ведь не могут не понимать, что работать с таким отношением со стороны общества – это тоже… Я боюсь, они за последние лет 30 привыкли. Ну, привычка дело, конечно, такое. Это первое, Женя. А второе, вот давай разведём мух отдельно, котлеты отдельно. Вот акции с маршами, со всеми девами, а вот конструктивный диалог в обществе. Спасибо. Это была программа «Дневной разворот. Первый час» завершённую. Продолжим через 20 минут. Сейчас новости, тематические программы и реклама. Благодарим Евгения Дрогова, Николая Плюснина, Елена Жёлова, Владимира Маматова. По аудио-видеозаписи этого «Час разворота» сегодня вечером вы сможете и послушать, и посмотреть на сайте хакеров.ру. Ура, товарищи! Субтитры подогнал «Симон»!